Всем привет, вы на канале Айз. Заранее обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Если вы выполнили мои условия, то тогда погнали. Американского рэпера Секс Найн обвинили в рэкете и хранении оружия, но отпирался он недолго. На первом же судебном заседании музыкант сдал членов своей банды, ведь для того, чтобы разоблачить их, достаточно было просто запустить его клип. Даниэля арестовали в ноябре 2018 года. Музыканты предъявили обвинение сразу в нескольких преступлениях, включая рэкет, незаконное хранение оружия и связь с бандой Nine Ray Boots. Полиция подозревала банд в убийствах и ограблениях в нью-йоркских районах Бруклин, Бронкс и Манхэттен. Во время обыска в квартире рэпера нашли оружие и другие улики, подтверждающие его причастность к преступлениям. По предъявленным обвинениям, Sex9 угрозило от 47 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Вместе с артистом полиция взяла под стражу его бывшего менеджера Кефана Джордана и еще двоих возможных членов банды. Первое судебное заседание по делу Sex9 состояло 17 сентября. Музыкант отвечал на вопросы обвинения около двух часов. Рэпер рассказал, что присоединился к банде в ноябре 2017 года, но так и не прошел процедуру посвящения в ее члены. А сейчас будет разговор между Sex9 и помощником прокурора. Чтобы стать посвященным, нужно было выполнить кое-какую работенку для банды, типа там порезать чье-то лицо. Мистер Эрнандес, ну вы были не инсценированы в банду, верно? Вернее, я просто должен был продолжать делать хиты и оказывать финансовую поддержку банде, ну типа там, чтобы они могли купить оружие. Так что вы получили от Nine Trade? Я бы сказал свою карьеру, достоверность и защиту, все вышеперечисленное. Этот путь был чем-то, ну типа, что мы могли продавать. Взамен на эту поддержку артист получал от гангстеров покровительство, уважение и продвижение в музыкальной карьере. После прокурор включил клип и попросил рэпера указать в нем на членов банды, попавших в кадр, что Sex9 не задумываясь сделал. После этого музыкант рассказал, что другой американский рэпер Триппи Рэд тоже был членом банды, но не Nine Trade, а конкурирующая с ней. Сейчас Sex9 24 года, но проблемы с законом были у него еще в подростковом возрасте. Он успел побывать в тюрьме за избиение и сбыт наркотиков. Его обвиняли в совращении несовершеннолетней и публикации интимных видео с ней, также в физическом и сексуальном насилии. Несмотря на это, рэпер снимался в социальном ролике против домашнего насилия. Вот такая криминальная история у Sex9. Но если тебе понравилось, обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok